Здравствуйте! В эфире программа «Градские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Марчак Игорь Андреевич, заместитель командира войсковой части 01855, старший инженер. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте поговорим о вашей войсковой части, что это за войсковая часть и какие задачи она выполняет. Войсковая часть 01855 – это железнодорожная бригада, которая дислоцируется в нашем городе Рязани, в Дягилево. Значит, бригада железнодорожная является тактическим соединением с отдельной единицей, способная выполнять задачи по штатному предназначению в любых условиях обстановки, в установленные сроки, с выполнением определенного рода видов, объемов работ, то есть связанных с мирной жизнью нашей страны. То есть хочется пояснить, основное предназначение, да, бригады в мирное время – это подготовка личного состава. Подготовка личного состава, то есть воспитание профессионалов своего дела, уровня, которое в мирное время выполняет задачи на объектах Министерства обороны. Это связано с ремонтом железнодорожных путей собственности Министерства обороны. Это связано с выполнением ряда мероприятий гражданского назначения, в частности, соединение уже неоднократно здесь в области помогало, наводило наплавные автомобильные мосты, что для нас не свойственно, так как мы наводим железнодорожные наплавные мосты. Но, тем не менее, в Сасово, в Шацке стоят два моста, то есть как бы они, люди ними пользуются, связывают между собой деревни, то есть как-то более такой мерный, да, статус. То есть соединение выполняет задачи разного назначения, то есть за последние годы на дальних границах нашей Родины, это на острове Врангель, острове Котельники, в Сирийской Арабской Республике соединением установлены часовни, то есть для военнослужащих, проходящих службу, как по призыву, так и по контракту, для того, чтобы укрепить веру, дух. Также венцом вот этой вот, скажем, духовной деятельности стало это строительство пятикупольного храма в парке Патриот в Кубинке Московской области. Он уже работает, там уже проходят службы, то есть такой вот один, это одна из сторон той деятельности, которой занимается наше соединение. Выполняя вот эти виды работ, мы таким образом готовим личный состав, чтобы в любых условиях обстановки в особый период военнослужащие были высококлассно подготовлены и смогли выполнить поставленную задачу в установленные сроки и время. В вашей войсковой части можно служить как по контракту, так и по призыву? Скажем так, мы комплектуемся двумя видами, да, это военнослужащими по призыву и военнослужащими по контракту. В свете того, что сейчас происходит перевооружение армии и железнодорожных войск в целом, техника в основном приходит армейского назначения, приходит новое, приходит сложное, приходят образцы техники иностранного производства, то естественно на такой технике у нас работают военнослужащие по контракту. Это основное предназначение, потому что все это, скажем так, довольно-таки дорогостоящие образцы и чтобы они служили в установленные сроки, то есть чтобы оно все это дело работало. Поэтому самым оптимальным раскладом является в этой ситуации служба по контракту. То есть военнослужащий, приходя в воинскую часть, закрепляется за техникой, соответственно, проходит обучение, если это импортная техника, обучение проходит в специализированных центрах в Москве, то есть как бы определенное количество часов в учебных центрах, которые у нас находятся в Московской области и в Санкт-Петербурге, прибывают уже с удостоверениями, скажем так, образца на ту технику, на которую они приходят и в процессе дальше выполняют свою служебную обязанность, уже непосредственно становясь и повышая свой уровень мастерства, то есть становляясь первоклассным специалистом. Какие вообще преимущества именно у контрактной службы? У контрактной службы преимуществ на сегодняшний день достаточно много. Во-первых, военнослужащий по контракту, это считается уже наиболее подготовленным военнослужащим. Как правило, это люди уже осознанные, они осознанно идут в ряды вооруженных сил Российской Федерации, выполняют свой воинский долг, но при этом Министерство обороны, скажем так, проявляет по отношению к ним свои, предъявляет свои требования и в то же время дает социальная гарантия и социальную защищенность. В чем это заключается? Вот военнослужащий, к примеру, сейчас идет призыв, вот начинается призывная кампания. Значит, военнослужащие, которые имеют высшее образование, то есть призывники, имеющие высшее образование, имеющие среднеспециальное образование, среднее техническое образование, могут, в принципе, приходить на службу по контракту сразу, минуя срочную службу. То есть, вместо одного года службы по призыву, для них есть возможность прийти на два года по контракту. В чем это является плюс или минусов здесь практически нет в этой ситуации? В чем является плюс? Военнослужащий, когда приходят по контракту, он имеет полный социальный пакет. То есть, он защищен во всех случаях, он защищен Министерством обороны. Что это за случай? Ну, во-первых, это медицинское обеспечение. 24 часа в сутки военнослужащий непосредственно находится, неважно при выполнении каких задач, в каких условиях, он защищен в плане медицинской обеспечения, медицинской страховки и всего остального. Денежное довольствие. Это еще одна сторона медали, про которую можно проговорить. То есть, приходя на воинскую должность, естественно, как и любой гражданский, тут можно сравнить. Чем больше стаж у человека, тем больше соответственная зарплата. То в данном случае военнослужащий, когда приходит, у него есть такая возможность, скажем, здоровый образ жизни здесь не лишний, да, будет подчеркнуть. То есть, физически развитый молодой человек, сдавая нормативы по физической подготовке, выполняя, скажем, мы проговорим сейчас, что это будет высший уровень физической подготовки, он получает 75% от своего денежного содержания к своей зарплате. То есть, практически это неплохая прибавка на самом деле, которая довольно-таки хорошо стимулирует. Далее, приходя на службу по контракту, ежегодно вы получаете такую выплату, как годовая премия. То есть, она выплачивается один раз в год по итогам года. По итогам года это имеется в виду добросовестное исполнение своих должностных обязанностей. Это выполнение определенного рода требований и условий военной службы. Таким образом, при более качественном исполнении своего воинского долга, скажем так, растет и годовая премия. То есть, соотношение денег заключается в хорошем, в добросовестном исполнении своих должностных обязанностей, повышении своего уровня и мастерства. То есть, вот в этом заключается. Дальше, военнослужащие, приходя на контракт, имеют такое право, как, если не имеют среднеспециального образования, не имеют высшего образования, имеют право его получить за время нахождения, за время прохождения службы по контракту. То есть, согласно законодательству Российской Федерации, предоставляется время, военнослужащий поступает на заводчину форму обучения выбранным им заведениям. Ему предоставляются, скажем так, учебные отпуска для сдачи сессий, которые происходят раз в полгода, ну и, соответственно, для защиты диплома. Это тоже, скажем так, оговорено законодательством Российской Федерации, приказом министра обороны. То есть, военнослужащий полностью обеспечен денежным довольствием, вещевым довольствием и защищен всеми правами и гарантами, то есть, нашим законодательством Российской Федерации и приказами министра обороны. Первый контракт может быть заключен на два года, либо это один год службы по призыву. А вообще, сам первый контракт военной службы после этого на сколько лет заключается? Значит, первый контракт, да, вы правильно сказали, это так называемая альтернативная служба. Два года по контракту, либо один год службы по призыву. По истечении двух лет с военнослужащим заключается, контракт заключается, может заключаться на 3, 5 и 10 лет. Это все зависит от желания военнослужащего. Как предоставляются отпуска и пенсия? Отпуска, они определены законом о статусе военнослужащих. Опять же, здесь зависит все от того, сколько прослужил военнослужащий. Мы говорим сейчас о молодых людях, которые приходят на сегодняшний день к нам, у них при минимальной выслуге получается 30 суток отпуска. 30 календарных дней плюс дорога к месту проведения отпуска туда и обратно. То есть, в зависимости от того, куда выбрал поехать военнослужащий, производится расчет времени и таким образом устанавливается. В отпуска отпускают, в установленные командирами составляются графики отпусков, то есть учитываются пожелания военнослужащих. Может быть, кому-то надо разбить отпуск на две части, ему не нужен весь целиком. Поэтому здесь, в этом отношении, все опять же зависит от самого военнослужащего. А что с пенсиями? Во сколько лет военнослужащий выходит на пенсию? На сегодняшний день законодательством Российской Федерации определено, что пенсия военнослужащего наступает при 20 годах выслуги. То есть, здесь можно посчитать, что молодой человек, закончивший школу в 18 лет и поступивший, прибывший на призыв, призванный в ряды вооруженных сил, имеет право в течение прохождения военнослужбы по призыву изъявить желание перейти на военную службу по контракту. Значит, переходя на военную службу по контракту, у него начинается военная служба исчисляться с момента его призыва. При службе в 20 календарных лет или 20 лет в льготном исчислении наступает пенсия, минимальная пенсия у военнослужащего. Такой вопрос, куда обратиться, чтобы поступить на военную службу по контракту? Для этого на самом деле надо прибыть в городе Рязани на пункт отбора, прийти, изъявить свое желание, изъявить свое желание, что вы хотите проходить военную службу по контракту. Причем неважно, то ли у вас наступает призывной возраст сейчас, и имея, допустим, высшее образование, средне-специальное образование, средне-техническое, вы изъявили желание прийти на контракт, то ли вы уже отслужили, уволились, вполне возможно, где-то не нашли себя в гражданской жизни, не получилось, либо еще по каким-то причинам, то есть люди, которые уже отслужили службу по призыву, также, пожалуйста, на пункт отбора приходите, там сидят специалисты своего дела, которые вам объясняют, расскажут, покажут, определят, выдадут документы и, скажем так, дадут вам первоначальную путевку в жизнь, в которой придется вам уже как бы самим, скажем, добиваться или достигать тех или иных успехов. Игорь Андреевич, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы, а на этом я с вами прощаюсь, хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова